Хемшилы, которые сами себя называют хемшинли или хамшетцы, это особая группа населения, исторической областью проживания которых являются горные склоны юго-восточного Причерноморья, а именно некоторые районы современной Аджарии, турецких провинций Артвин, Ризе, Трабзон, Гересун, Орду и Самсун. Однако сегодня общины хемшилов проживают в Краснодарском крае, Ростовской области, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Армении и Грузии. Также они расселены и в крупных городах самой Турции. Кроме того, хемшилы делятся на несколько подгрупп, отличных по языку, религии и особенностям культуры. Все эти особенности сложились у них вследствие исторических перипетий и нюансов, а иногда и трагических событий. Существуют разные версии того, как «почему и когда хемшилы пришли на территорию современной Турции». К примеру, Людигер Бенингхус считал, что они пришли в XI веке в понт из города Ани, приграничного с Арменией города на территории современной провинции Карс. По народным преданиям, на которые, по всей видимости, опирался автор, считалось, что хемшилы бежали из Ани после его завоевания сельджуками в 1064 году. Однако другие авторы, в том числе и древние, говорят о приходе хемшилов в понт ещё в VIII веке. Так, историк Гивонт повествует об аббасидском наместнике Армении Сулеймани Ибн Язиде Алямри, который после подавления вспыхнувшего восстания в регионе поднял в наказание налоги в 789 году. Не желая платить, 12 тысяч мужчин и их семьи во главе с принцем Шапухом Аматуни, его сыном Хамамом покинули свой родовой дом в Ашакан в кантоне Рогацотн и направились в Понт. Уже там их встретили византийские власти, а император Константин VI принял у себя двух их предводителей и выделил им земли в горах Понтийского региона. Здесь они основывают легендарный город Дампур, который позже был разрушен грузинским царем, но выстроен вновь Хамамом Аматуни и назван Хамамшен, позже произносимым как Хамшен, он сегодня располагается в провинции Ризе. Считается, что именно по названию своей новой столицы этот народ и получил имя Хамшенцы, а в турецкой вариации Хемшелли. Некоторые исследователи полагают, что армянская миграция в Понт продолжалась и позже на протяжении нескольких столетий, но не была массовой. Звучат также предположения о том, что пришедшие из Армении мигранты могли ассимилировать часть местного лазского населения. Хемшеллы с момента миграции в Понт обладали определенным самоуправлением под покровительством региональных держав – сначала Византии, Грузии, Трабзона, затем сельджукских мусульманских государств Кракаюнлу и Акоюнлу, пока наконец в XV веке султан Мехмед Фатих не присоединил всеюжное Причерноморье к Османскому Девлету. Религия Хемшиллов. Сведения о религии Хемшиллов повествуют, что к моменту переселения в Понт и в первые века после этого они принадлежали Хачкарской епархии и Армянской апостольской церкви. Однако их знакомство с исламом начало происходить еще задолго до присоединения этих земель османами. Некоторые исследователи полагают, что определенные группы Хемшиллов к XV веку уже были мусульманами. Но основная масса Хемшиллов перешла в ислам постепенно, в период с XVI по XVIII век. Так что в данный момент подавляющая часть этого народа являются мусульманами-суннитами и придерживаются ханафитского масхаба. Однако часть Хемшиллов все же остались христианами. Этот факт коррелирует с заявлениями некоторых армянских активистов и исследователей о насильственном обращении Хемшиллов в ислам. Да и в памяти самого народа нет воспоминаний о насилии в отношении них по религиозному принципу. Напротив, религия ислам является очень важной составляющей самосознания Хемшиллов. Субэтнические группы Хемшиллов Башхемшиллы или западные Хемшиллы – самоназвание Хемшинли. Хемшиллы различаются не только по религии, но и по языку и ареалам компактного проживания, эту же группу можно назвать основной и коренной, на что указывает и их название. Проживают они в провинции Резе, на исторических территориях Хемшин и Чимлахемшин. Будучи мусульманами-суннитами, они говорят на особом диалекте тюркского языка, называемой Хемшинчи. Амшенцы-христиане или северные Хемшиллы – самоназвание Хамшенцы. Эта группа отличается от других в первую очередь принадлежностью христианству. Говорят они на диалекте западноармянского языка, в котором присутствует ряд отличий от собственноармянского. После принятия ислама основной частью Хемшиллов, решившие остаться христианами, Хемшиллы переселились в провинции Трабзон, Гересун, Орду и Самсун. Прожив там около 250-300 лет, они переместились практически в полном составе на территорию нынешних Абхазии, Адыгеи и Краснодарского края Российской империи. В российской традиции сложилась традиция различать между собой хемшиллов-мусульман и амшенцев-христиан. Кстати говоря, в открытых источниках на русском языке часто можно встретить заявление о том, что амшенцы были вынуждены покинуть Турцию вследствие событий, происходивших преимущественно в Восточной Анатолии в 1915 году. Однако реальные данные гласят, что амшенцы были приглашены в горную местность Западного Кавказа в 60-е годы XIX века, недавно утвердившейся там русской администрацией для выращивания табака и поздняя чая. Если сказать точнее, то было выдано разрешение на переезд туда христиан из Восточно-Черноморского региона Османской империи, коими являлись амшенцы и греки. Переселение продолжалось в течение 50 лет и закончилось только с установлением на этих территориях советской власти. Амшенцы Абхазии в 90-е годы были вовлечены в грузино-абхазский конфликт на абхазской стране. Хопа-хемшилы или восточные хемшилы – самоназвание хамшенцы. Родным языком, как и у амшенцев, является особый диалект западноармянского языка. Эта группа хемшилов исповедует ислам суннитского толка и исторически проживает от Артвина до Аджарии, но сегодняшний ареал расселения этой группы поражает. Сегодня восточные хемшилы проживают в Турции, Грузии, Краснодарском крае, Казахстане и Кыргызстане. Оказавшись разделёнными между Советском Союзе и Турцией в начале XX века, две части этой группы прожили разную судьбу. Так, восточные хемшилы, проживавшие в 12 селах Аджарии, в 1944 году вместе с турками Ахыска были подвергнуты депортации и переселены на территорию нынешних Казахстана и Кыргызстана. Трагедия этого народа усугубляется ещё и тем, что им не было позволено вернуться в родные селения на территории Грузии. Лишь небольшая часть смогла каким-то способом поселиться в родных краях. Остальные же либо по сей день проживают в Центральной Азии, либо переехали в Краснодарский край, где долгое время не могли добиться официального статуса и даже получить гражданство. Хемшилы в наши дни. Среди всех групп хемшилов сегодня есть активисты, которые широко представляют хемшильскую культуру и наследие. И пока в странах СНГ и в России хемшилы сохраняют свои языки, культуру и идентичность, национальным центром этого народа все же является Турция. В Турции хемшилы выпускают альбомы с народной музыкой и песнями, снимают фильмы на хемшильском языке, проводят дни хемшильского языка в крупных городах, таких как Стамбул, Анкара, Измир и другие. Из хемшилов вышел ряд известных личностей. Реформатор эпохи Танзимата Великий Визирь Османской империи Дамат Мехмед Али Паша, экс-премьер-министр Турции Месут Елмас, экс-мэр Анкары Мурат Караялчин, министр образования Ахмед Тевфик Иллири Идер. Практически во всех общинах хемшилов действуют общественные организации, представляющие их интересы. В Турецкой Республике под председательством Мехмеда Алтынкая функционирует организация «Хадинг», популяризирующая хемшильский язык и культуру. Сегодня между всеми, особенно мусульманскими, группами хемшилов существуют довольно тесные контакты. Хемшилы-хафизы Корана из Турции регулярно приезжают в хемшильские селения России и СНГ на месяц Рамадан, часть хемшилов с территории бывшего СССР переезжает в Турцию, на свои исторические земли. Но самое главное, что все группы, на каком бы они ни говорили языке и как бы себя не идентифицировали, у них есть понимание этнического и национального единства хемшильского народа. И какой бы тяжёлой ни была судьба, какой сложной ни была их история, всё это делает этот народ лишь интереснее для исследователя.